Ваш супруг, ваш близкий человек, которому вы молитесь, который причинил вам много боли, у него есть свой путь перед Богом, но вы будете свободны в вашем следовании за Богом, вы не будете окутаны этими путами, этими узами боли, которые вас преследуют, который не дает вам двигаться в любви и в раскрытии тех чудесных даров, которые в вас находятся. Память не будет больше вашим врагом. Предложи также вместе со всем этим помолиться на еврите. Аминь, давай. И конечно же и не только, на нашем севрите. Мы накануне праздников, накануне Роша Шана, накануне праздника Трубного Зова. Это сам по себе уже пророческий день, пророческие события, потому что как раз таки Трубный Зов или праздник Трубного Зова, он напоминает нам и прошлое, то, что Бог сделал, когда сама Труба Божия звучала на горе Синай, когда Он давал нам заповеди, которые мы до сегодняшнего дня храним свято. Также это указывает на чудеса, которые Бог делал, как с Ериконом под звуки трубные, чудеса прошлого. А также будущее, пророческое будущее. Когда мы подходим к книге Откровения, мы видим, как ангелы трубят. И, в конце концов, в Синайкице написано, что придет время, когда, во-первых, Архангел вас трубит, а потом при последней трубе сам Бог вас трубит. Это потрясающе, представляешь? Сам Бог возьмет рог, и Он будет трубить. Поэтому давайте сейчас мы помолимся просто на иврите, на этом языке, на котором Бог, в общем-то, давал Тору, давал нам заповеди. И просто принимайте благословение, принимайте помазание, потому что это работает. Мы сейчас еще раз молимся и об исцелении эмоций, об исцелении памяти, об исцелении физическом, об исцелении семей и взаимоотношений. Принимайте, все, кто присылали нам сейчас, тем, кому нужно, чтобы прославился Христос, за обновление отношений, чтобы ушли грыжи, чтобы Бог дал мудрость, освобождение от болезни крона и камней в желчном пузыре, чтобы вы переживали эту могущественную славу Божию. Господь живой. Аминь. Пророческое время в действии. Аминь. Благодарим тебя Господь, что ты тот, кто восстанавливает семьи, восстанавливает жизни, восстанавливает сердца, исцеляет сердца, заменяешь сердце ожесточенное, кровоточащее от духовных ран, сердцем, которое прощает, которое любит, которое окроплено благодатью Божьей и леем помазания, восстанавливающим леем, который просто производит сверхъестественную работу Божью в сердцах. как ученики, встретившиеся Иисусом, свидетельствовали о изменении в сердце, говоря, не горело ли сердце наше. Мы также молимся, чтобы сердце наших братьев и сестер, мужей и жен, сердце, Господь, связанное с семьями и семейными отношениями, Господь, они загорелись огнем Божьим, загорелись любовью Божьей, загорелись и запылали, в то же время сжигая все прошлое, сжигая всю ту боль и все то зло, которое принесли братья и сестры, для того, чтобы принести это новое, свежее обновление в Духе Святого. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Аралюя. Благодарим Тебя, Господь.